Какое было утром давление? 110 на 70. Хоть в космос летает. У Татьяны все началось с боли в груди. Потом холодный пот и понижение давления. В Краевой клинической больнице сделали кардиограмму и стало понятно, что это инфаркт. Два года назад случилось то же самое. Ее прооперировали и назначили лечение. В повторном инфаркте винит себя. Не следовало рекомендациям врачей. У меня еще упущение в том, что когда нормализовалось вроде бы все, ну, как мне муж сказал, чертов ты доктор, я взяла себе, отменила все эти лекарства. Пила только давление, кардиомагнил, ну там всякие витаминки. Я подменяла ему и себе, короче. Он тоже у меня был с инфарктом. И вот, пожалуйста, результат. Я опять попала сюда. В кардиологическом отделении Краевой клинической больницы ежегодно лечат около 2000 пациентов. Преобладают мужчины, их 60%. Среди поступающих в основном люди с хронической и шемической болезнью сердца. Одна из тенденций – в больницу попадает все больше молодых. И, к сожалению, острый коронарный синдром, хроническая и шемическая болезнь сердца, катастрофически молодеет. Мы лечили пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 28-29-30 лет. Ежедневно здесь спасают жизни 9 высококвалифицированных врачей и больше 30 человек среднего и младшего медперсонала. На базе больницы есть все необходимое оборудование для диагностики и лечения. Это ангиограф. Таких аппаратов в Краевой клинической больнице только два. Но скоро поступит еще один. С его помощью можно предельно точно понять, что происходит в сосудах. И картинка выводится прямо на экран. В год здесь происходит около 2000 исследований на этом аппарате – диагностических и лечебных. Врачи предупреждают, если внезапная острая боль в груди длится больше пяти минут, срочно звоните в скорую. До ее приезда постарайтесь принять удобное сидячее положение. Снимите стесняющую одежду и помассируйте тело. Заведующая кардиологическим отделением больницы рассказала, кому стоит насторожиться больше других. В первую очередь, это, конечно, избыточный вес, которым страдает сейчас большой процент населения нашей страны. Во-вторых, это наследственность, которая также очень часто встречается у пациентов с сердечно-сосудистым заболеванием. Немаловажным фактором является курение. Врачи дают совет, что нужно делать каждый день, чтобы сохранить здоровье сердца. Больше двигайтесь, ешьте полезные продукты и постарайтесь ограничить вредные привычки. Евгения Величкина, Новости.